Продолжаем решение логарифмических и показательных неравенств. Как обычно, прежде чем смотреть разбор, попробуйте решить это неравенство самостоятельно. Не будем использовать метод рационализации, попробуем решить классическим школьным способом. Для этого мы единицу мысленно представляем как х-2 по модулю. Все это в нулевой степени. И вот теперь нам нужно рассмотреть два случая. Когда основание степени, то есть вот этот весь модуль, больше нуля, но меньше единицы. И когда основание степени строго больше единицы. Кстати, тот случай, когда основание степени равно единице, можно посмотреть отдельно. Это будет третий случай, мы можем сейчас отдельно его тоже посмотреть. Вот если основание равно единице, откуда х будет равен 3. Если мы подставим, ну, показатель степени смысл имеет вот в этой точке. Значит у нас получается единица в какой-то степени должна быть меньше единицы. Вот в данном случае. Это неверно. Значит, при x равном 3 у нас решения нет, а значит действительно можно рассмотреть только два случая. Когда основание степени больше 0, но строго меньше 1 и когда основание степени строго больше 1. Начинаем с первого случая. Итак, основание степени x-2 больше 0, но меньше 1. В этом случае мы можем основание опустить и знак неравенства для показателей степеней поменять на противоположный. То есть в результате у нас получается логарифм по основанию 4 от x плюс 2 минус логарифм по основанию 2 числа x. Меняем на противоположный знак, у нас получается больше 0. Область допустимых значений наших логарифмов мы не пишем. Заранее уже, так как на одном из следующих этапов мы логарифмы должны будем как-то убрать, то сразу можно вот устно заранее увидеть, какова область допустимых значений вот этой нашей правой части. Для вот второго логарифма у нас x должен быть строго больше 0, но если x строго больше 0, то автоматически оттуда будет следовать, что x плюс 2 строго тоже больше 0. То есть поэтому область у допустимых значений левой части нашего неравенства, ну справа 0, тут ничего не будет, никаких ограничений. Так вот x больше 0, вот это мы потом не должны будем забыть. Теперь решаем первое неравенство. Первое неравенство, если у нас двойное неравенство, то оно равносильно двум неравенствам в системе. То есть должны, если двойное неравенство, то оно равносильно двум неравенствам, которые должны выполняться одновременно. То есть x минус 2 должно быть строго больше 0 и x минус 2 должно быть меньше 1. И сразу решаем вот это вот наше третье. Для этого мы логарифм по основанию 4 оставим в левой части. А вот этот логарифм перенесем в правую часть и перейдем к основанию 4. Тогда у нас получится больше логарифм по основанию 4 от переменной х в квадрате. И вот посмотрите, уже произошло нарушение области допустимых значений. У нас уже х оказался в квадрате. А значит вот для этого неравенства уже не будет областью допустимых значений, что х больше 0. Поэтому на вот этой стадии перехода от этой системы к этой системе нам нужно дописать область допустимых значений первоначального нашего неравенства. То есть вот сюда в систему запишем, что х должен быть строго больше 0. Решаем, что у нас будет из первого неравенства. Если модуль больше строго 0, значит отсюда следует, что подмодульное выражение не равно 0. Так и запишем. x-2 не равно 0. Из второго неравенства. Конечно, можно было бы решать подробно. То есть, возвести обе части в квадрат, перенести единичку влево. Тогда в квадрате модуль можно будет опустить и решать методом интервалов, разложив по формуле левую часть, по формуле разности квадратов. Но мы решим проще. Мы знаем, что если модуль меньше какого-то положительного числа, то значит подмодульное выражение должно быть в пределах, пишем x-2, должно быть в пределах от минус единицы до единицы. И в третьем неравенстве логарифм по основанию 4 мы можем упустить, так как основание больше единицы, то знак неравенства сохранится. У нас тогда получается x плюс 2 строго больше x в квадрате. Ну и x больше 0 у нас остается. То есть у нас получилась вот такая система. Далее. Из первого следует, что x не равно 2. Из второго следует прибавляем число 2 с каждой части двойного неравенства. У нас тогда получается единица меньше x и меньше 3. От 1 до 3. Решаем. Вот это вот второе, третье неравенство. Что у нас тогда будет? x квадрат минус x минус 2 у нас должно быть меньше 0. Корни по теремеве это минус 1 и 2. Значит это парабола ветви вверх. Минус 1 и 2. Значит мы должны взять... Так. Правильно все? Там у нас минус 1. Ну да. Все правильно. Значит тогда у нас получается... Решением будет являться промежуток. То есть вот здесь у нас минус, здесь у нас плюсы. А у нас как раз меньше. Значит у нас получается при решении вот этого квадратного неравенства у нас получается промежуток от минус 1 до 2. Давайте тоже запишем в виде двойного неравенства. Раз у нас там уже двойное одно есть. То есть от минус 1 до 2. x от минус 1 до 2. И x больше 0. Теперь нужно найти пересечение промежутков. И это и будет у нас окончательное решение для первого случая. После того как мы разберем второй случай, мы должны будем эти решения объединить. Итак, двойку мы выкалываем. И у нас тогда получается так. Во-первых от 1 до 3. То есть у нас вот где-то здесь единица. Вот где-то здесь число 3. Так, только я минус 1. Давайте уберем эту минус 1. Значит у нас вот здесь вот где-то единица. Вот где-то здесь число 3. И у нас промежуток от 1 до 3. Вот с этого начали. Далее двойку мы сейчас выколем. Но она вот здесь тоже выкалывается. Значит получается от минус 1 до 2. Еще один промежуток. Вот он от минус 1 до 2. вот этот промежуток и кроме этого x должен быть строго больше 0 берем 0 и то что больше нас устраивает находим пересечение промежутков то есть это тот промежуток который находится под тремя проводами вот они три провода 1 2 3 значит этот промежуток нас устраивает таким образом решением является давайте для первого случая мы запишем промежуток то есть x принадлежит промежутку от 1 до 2 переходим ко второму случаю второй случай это когда у нас основание степени модуль x минус 2 строго больше единицы тогда что у нас будет со вторым у нас только знак поменяется на противоположный таким образом у нас везде будет одинаково только вот здесь у нас будет знак уже противоположный таким образом давайте сразу вот здесь поменяем знак и перепишем квадратное неравенство в нужном для нас виде то есть у нас в результате получается x квадрат минус x минус 2 и теперь уже будет это больше нуля не забудем также показать нашу область допустимых значений что x больше нуля и вот теперь система полностью готова теперь решаем вот это второе я уже говорил если в общем виде решать в квадрат нужно возводить обе части и переносить все в одну сторону разлагать на множители и так далее между решать методом интервала но мы знаем что если модуль больше какого-то положительного числа то нас устраивает два промежутка когда под модульное выражение меньше минус единицы и когда под модульное выражение строго больше единицы далее решаем вот это мы уже его решали значит у нас получается вот здесь если у нас для этого неравенства был промежуток от минус 1 до 3 вот так от минус 1 до 2 до вот этот от минус 1 до 2 то теперь у нас будут края то есть противоположные промежутки до я имею ввиду которые не вошли туда значит у нас тогда будет давайте тогда здесь вот так еще одну совокупность и у нас тогда здесь будет либо x меньше минус единицы там у нас было от 1 до 2 либо x больше 2 еще раз покажу откуда это получилось вот у нас уже было такое же но только противоположное для решения вот этого неравенства у нас получился вот такой промежуток от минус 1 1 до 2 а значит для противоположного мы должны взять оставшиеся части нашей числовой оси то есть то что меньше минус единицы нас устраивает это то что слева от минус единицы то что больше 2 нас тоже устраивает и еще у нас оставалось условия что x больше нуля пишем x больше нуля и вот теперь нужно решить вот эту систему на числовой оси покажем промежутки то есть у нас тогда x будет переносим 2 число 2 вправо тогда у нас получается ну прибавляем по двойке на у нас получается x меньше единицы давайте это покажем вот у нас например где-то здесь единица и вот то что меньше единицы нас устраивает далее вот это двойку переносим вправо со знаком плюс x больше 3 то есть или x меньше единицы или x больше 3 или 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 то есть нас устраивает или этот промежуток или вот этот промежуток теперь нас устраивает объединение вот этих двух промежутков или x меньше минус единицы Давайте здесь подальше возьмем Минус единицы То есть или вот этот нас устраивает Или х больше 2 Вот она двойка То есть пока что на данный момент Нас устраивает два промежутка Которые находятся под двумя проводами Это вот этот вот и вот этот Пока что Ну и осталось у нас еще одно условие Это когда х строго больше нуля Находим 0 Вот у нас где 0 И вот то что строго больше нас устраивает Теперь находим промежуток Который находится под тремя проводами Вот он От 3 до плюс бесконечности Таким образом Из второго случая у нас получается промежуток От 3 до плюс бесконечности Ну и теперь в ответ нам нужно объединить Эти два промежутка Пишем ответ Х принадлежит промежутку От 1 до 2 Объединяя с промежутком От 3 до плюс бесконечности Задача решена Кому решение задачи понятно Не забудьте поставить лайк И напишите несколько слов в комментариях Я з yine Что стоит Пишите Что стоит Что Дальше Продолжение следует...